МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости Дагестана. В студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. Центральную площадь Махачкалы открыли после капитального ремонта. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отключение крупных объектов от газовой сети повлекло за собой санкции. Газпром оштрафован на 32 миллиона рублей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руководитель Митсельхозпрода Республики отметил благодарностями представителей республиканских СМИ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Новый год без форс-мажора 55 бригад и 148 единиц спецтехники будут дежурить в новогодние праздники. В Махачкале торжественно открыта обновленная центральная площадь имени Ленина. Реконструкция полностью завершена. И по этому случаю в Махачкале состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого руководство республики открыло обновленный объект для всех горожан. Как отметил в торжественном обращении дагестанцам глава республики Владимир Васильев, в этот день начинается новая история площади Махачкалы. Он напомнил, что средства на ремонт в Махачкале подарила Москва и ее мэр Сергей Собянин. Капитальный ремонт центральной площади стартовал в сентябре уходящего года. За короткий период подрядчики обновили системы водоснабжения и водоотведения, заменили плиточные покрытия на гранитные, обустроили зоны отдыха с бесплатным доступом к интернету, высадили более 50 деревьев и 25 кустарников, установили порядка 30 скамеек. Кроме того, площадь адаптирована под потребности маломобильных граждан и зонирована для проведения государственных праздников, развлекательных программ и других мероприятий. И вот сегодня, говоря о Москве, я бы хотел, обращаясь к вам, уважаемые дагестанцы, попросить, чтобы старшие и те, кто молодежь сегодня представляет на этой площади, когда приезжают в Москву и другие города России, помнили об этом подарке. Он сделан от души. Открытие состоялось и в Киздалюртовском районе. Там в рамках региональной программы «Комфортная городская среда» благоустроены сразу два парка. Глава района Магомед Шабанов поздравил жителей сел с открытием скверов и обязал их хранить чистоту и порядок на территориях. Местные жители рады. В селах появились детские площадки, скамейки и хорошее освещение. Я думаю, здесь не только днем будут гулять наши дети, жители села, но и по вечерам. Спасибо всем, кто приложил усилия, кто участвовал в этом. И очень надеюсь, в следующем месяце мы откроем наш детский сад. Всего в Киздалюртовском районе по программе «Формирование комфортной городской среды» в уходящем году построено четыре парка. Первый парк отдыха появился в 2018 году в сельском поселении село Мятли. Новые объекты в рамках «Комфортная городская среда» сдали и в Докуспаринском районе. Парк располагается в центре села. Раньше эта территория представляла собой заросшую кустарниками и деревьями площадку. Была не использована, а новый пешеходный тротуар связывает два социально значимых объекта. Это детский сад и общеобразовательная школа. Строительство этого тротуара жители села очень много лет ждали. Он соединяет две части села и особенно важен для школьников и воспитанников детского сада, да и всего населения села, которым приходилось идти по проезжей части автомобильной дороги. В поселке Дубки ввели в эксплуатацию обновленную систему водоснабжения. На реконструкцию сетей из республиканского бюджета Дубки получили в этом году около 20,5 миллионов рублей. С начала работ уложено почти 8,5 километров водопроводных труб, устроено 98 водопроводных колодцев. Старые колодцы заменили на новые. Установлено 20 пожарных гидрантов. Для очистки питьевой воды имеются бактериальные установки. К обновленной системе водопровода подключены жилые дома, производственные здания, учреждения образования, здравоохранения и другие объекты. Газпром Махачкалы оштрафован на 32 миллиона рублей. Антимонопольная служба выписала крупный штраф акционерному обществу «Газпром газораспределения Махачкала». Причина – злоупотребление доминирующим положением на рынке по транспортировке газа в столице региона. Речь идет о случаях, когда компания незаконно отключала 6 объектов от газовой сети. Инциденты были выявлены в ходе проверки компании надзорным ведомством. В итоге на дочку «Газпрома» наложены санкции в размере 32,9 миллиона рублей. В Минсельхозпроди Дагестана отметили благодарностями представителей республиканских СМИ. Встреча прошла в неформальной обстановке. Министр ведомства поблагодарил представителей СМИ за вклад в эффективное освещение государственной политики в сфере агропромышленного комплекса. Он также отметил особую значимость репортажей о быте сельских жителей, о сельхозтоваропроизводителях, трудом которых во многом и обеспечиваются высокие показатели производства аграрной продукции в Дагестане. В завершении встречи глава Минсельхозпрода вручила журналистам благодарственные письма и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Близятся новогодние праздники и во избежание форс-мажоров и непредвиденных ситуаций с подачей электроэнергии Акционерное общество «Дагестанская сетевая компания» обещает дежурство 55 бригад и 148 единиц спецтехники в новогодние дни. Для обеспечения необходимого уровня контроля за работой электросетевого оборудования на местах будут дежурить специалисты компании. Их более 300. Отдельное внимание будет уделено графику дежурств вспомогательного персонала водителей, родовщиков и некоторых других специалистов компании. Это была последняя информация на сегодня. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова